Добрый день, Василий Яковлевич! Добрый день! Сегодня мы решили поговорить около пасеки, выйдя поближе к полю. Сегодня мы находимся около пасеки Василия Яковлевича Приятеленко. Я Фурсов Виктор Николаевич, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. Мы обсуждали сегодня разные вопросы содержания пчел на пасеке Василия Яковлевича. И стал, так сказать, острый вопрос о самом меде. Что пчелы приносят мед, а оказывается мед-то бывает разный. В качестве меда с пасеки Василия Яковлевича я уверен, потому что я его пробовал сам и много его последователей тоже пробовали. Потому что у Василия Яковлевича особая конструкция улей, которая позволяет получать качественный чистый мед. Однако вот стал вопрос, что у нас далеко не все знают, что мед, оказывается, бывает не всегда мед. Но, мягко говоря, пчеловоды об этом вообще не любят говорить. И не говорят. Они говорят раз лучше всех мед, потому что они активно должны продавать свой мед, в конце концов. В чем они правы. Но качество меда зависит от многих причин. От медосбора, от качественной медосборной базы, от растений. Вот мы поближе подошли к полю, к тем, чтобы показать за спиной поле с медоносами. В частности, оно голубенькое, это фацелия. Но она не сама выросла. Она сама не растет. Я специально здесь ее на хорошем таком участке засею. А оказывается, многие не знают, что для производства меда используется сахар. Часто думают, наверное, это сделают сироп, смешают с медом и такой продают. Но это уж совсем цыганский метод. Совсем цыганский, потому что он будет жидкий тогда. Такой мед в его надо. И такой практикуют. И такое практикуют. Но иногда и часто пчеловоды практикуют подкормку пчел с сахарным сиропом. И говорят, что это нормальная технология. По-другому не бывает. Да, как же иначе. Не было сбора, не было возноса, не было погоды. И в конце концов, даже в технологию это входит. За лето собрали пчелу мед. Надо его весь забрать. Мед практически весь. Если пчеловоды жадные. А потом поставить осенью сахарный сиропчик, чтобы они уже сироп там пособирали. И на сиропе практически зимовали. Плоховато там, как-то перезимовали. Весной снова надо опять кормить. Надо же семью развивать. Опять сахарным сиропом кормят. Кормят? Да. Кормят и хорошо. А вот наконец-то наступило лето. Знакомый пастик говорил, что уже в апреле скормил семь мешков сахара. Семь мешков сахара. На сорок семей. Ну, пчелы, конечно, частично его потребляют, а частично складируют. Ну да. И потом он смешивается, попросту говоря, с тем медом, который пчелы приносят с цветов. Имеем такую смесь. Немножко меда, немножко сахара. И сколько там сахара и сколько меда, практически определить невозможно. Конечно, можно получать мед без сахара. Но это, наверное, в таких местах, как вообще Горный, Склонный, Карпат. Ну, в Закарпатах, вот мы обсуждали, что в мусульманских странах мед очень дорого. Ну, там мы беседовали с катарцами, да, мне говорили 65 долларов. Да и мы видели эти ули в Турции, когда были на конгрессе в Турции. Да, даже в этих самых. И вот мы даже смотрим, я смотрел, что там в Кабардино-Балкарии, там все, там мед продается в три раза больше, чем у них. И как-то сначала не доходило, а потом я понял, что не потому, что там мусульманы едят мед, а потому, что их мусульманская традиция, это не позволяет спальсифицировать этот продукт. И настоящий мед, он не по той цене, что сейчас торгуется в Украине, продается, он просто, ну, априори, да еще при той системе улей, что она действует, он невозможен. Невозможен. Невозможен почему? Потому что, то есть, одна из, ну, вот это все, срываясь положение, да, такое, когда нет у воды из остальных. Причин раения, это, значит, две. Это конструкция улей и плюс отсутствие медосбора. Медосбора, да. Медосбора, нет. Челы не собирают. Да, они должны улетать. Пусть в другое место искать. Куда-то, где-то искать, где они не помрут с голода. Значит, а ну, вопрос решается очень быстро, да, сахар дешевый и все остальное, да. Значит, для того, чтобы иметь мед, надо иметь эту нужную плату. До сегодняшний день, вот так, вспоминается, что резко уменьшилось, резко уменьшилось. Раньше все, кормовые культуры, которые были, это самое. Гречихи не стало. Гречиха модифицирована вся, даже если она есть, то она вся модифицирована. Ну, подсолнечник есть. И тоже уже модифицированный, и это самое, и это все, ну, я говорю, очень модно, значит, когда говорят, да, подсолнечник имеют, так подсолнечник нормальный мед. Дело в том, что, опять же, я говорил, что показывают по интернету, а ну, посмотрим, что же там они наносили, вынимают рамку, говорят, о, видите ли, вы подсолнечник тут нанесли целую рамочку, так это же выдачет чистый сахарный сироп. Потому что, когда подсолнечник несут, то рамка желтая такая, ну, как горчит, говорят, у нас, она желтая, и леток желтый, и это самое, значит, вот я в прошлом году смотрел, говорят, что там был где-то подсолнечник. Ну, там где-то дня три, что-то так на летку появилось следы подсолнечника. Да не было подсолнечника, он исчез, и там вот, припустим, где подсолнечник еще фермеры там сиялые какие-то, там шума, даже больше. А тут мы просто бесплатно выпыляем этот подсолнок и губим пчел, потому что они довольно хорошо гибнут, если это слово можно употребить. Ну, мне кажется, при этом старательные пчеловоды говорят, мед с подсолнечник, ну, сахарком можно немножко подкормить. Ну да, это... Или побольше подкормить. Ну, как же так говорится, человек находит управдание. Да я немножко. Ну, немножечко, чтобы для развития семьи. А для того, чтобы семья развивалась, надо медосборить. Ну, я вам скажу, я стою тут месту, там у нас тысячу гетерров заповедника. Рядом леса, есть... Лисок и луга такие. Да, луга такие, луговые такие поляны, да. Есть население тоже село, так сказать, большое, ну, много, так сказать, структуров, деревья. Есть акация, есть липа. Ну, кроме того, что у нас... Я тут своими, так сказать, усилиями, некоторые, так сказать, все я так неудобно заселяю. Ну, это тут сад, около сада, вы тут ваточник посадили немножечко, как сорнячок такой. Да, ну, я туда и немножко дальше беру опаду. И вот я несколько лет уже сею фацели, да, пыжмолисы, да, так называемые. Ну, вот уже небольшой участок, который я соседи не использую, то я так их это самое занимаю, тут, тут, в принципе, да. Ну, есть еще там 70 соток, вот буквально тут, где-то порядка 100-150 метров. Вот там, где вот этот трактор поехал. Там у меня еще 70 соток своей земли. Я тоже засыпаю там, ну, я имею собственные семена, немножко продавал. Значит, хорошие, конечно, используя. Ну, сейчас она только начинается. Ну, фацель, чем она так, довольно, не используется никаких химикатов, ни для гербицидов, ничего, значит, она хорошо покрывает землю и довольно, там, длительный период цветет, имеет хорошее, вкусовое качество, но и, значит, длительный период. Порядка 500 килограммов в гектарах дает, это, как сказать, по науке. Значит, то есть, я бы и гости, например, это такое хорошее подкорье, потому что я там могу, там, литону взять, там, в общем-то, но как смотришь этих сахарных рекордсменов, то прямо, говорится, ну, пчеловодные, пчеловодные, они говорят, мы пчеловодные рекордсмены, у нас у улицы 100 килограмм меда дают. 150, да, 150 килограмм. А это у вас маленькие, там, 30 килограмм. Хотя, в принципе, я вам скажу, что, значит, ну, как вы посмотрите исторически, то 15, 25, 30 килограмм, да, это уже были рекордсмены. Значит, ну, если убрать сейчас наш сахар, ну, делать, не убрать, а, ну, народ, к этому наркотику уже привык, очень, да. Значит, ну, сейчас я слышу, там, говорится, очень солидные люди, там, врачебные, то самое, значит, среди говорят, что сахар – это убийца для народа, не только, там, для нации, там, а для угрозы существования человека. Если его, так сказать, сделать, например, на арцизы, которые стали бы невыгодными для переработки его в всяком случае пчеловодстве, да, то я думаю, что производство меда на Украине упало бы разом десять. Потому что стали бы меньше сахара использовать, невыгодно бы стало. Невыгодно, ну, какой смысл? А, все-таки, то, что имело бы смысл сахар, чтобы подорожал, такая хромольная цена. Акциза – это если сахаропроизводчики платили специальный налог государству, чтобы возвращали часть стоимости. Чтобы лечить то население, которое буряет хотя бы сахарным диабетом. Ну, это очень сложная такая идея. А, проще сахар, чтобы дороже был? Не, ну, в некоторых странах запрещают вот это, там, использование, говно пить, как в тех... Ну, это же не, 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 ну, не знаю, чтобы не выход. Я считаю, самый простой наложить на арциз и, как говорится, поставить его в своем месте. И, так сказать, ценность меда возрастет тоже. Да, шептически. Ну, когда она не возрастет, то возрастет. Вот, понятное дело, что нам не было бы потреблять мед. Ну, да. Ну, кроме того, что вот эту недобросовестную рекламу отнести, то, что говорят за мед, что он вредный, много потреблять нельзя и так и так. Ну, хотя мы просматриваем это в сахарной лобби, но они тоже недалекие, видите, эти, так называемые пастичники, они же основной потребитель сахара. Потребители не меда, а сахара. Сами пастичники потребители пчел, потому что они скармливают сахар пчелом. Пчелы его, конечно, чуть-чуть перерабатывают, сделают у него густой сиропчик, подсушат. И почти что как мед. А вы думаете, что настоящий мед? Во-первых, удар по гуманитету, по здоровью пчелы. Мы потом начинаем откуда-то, сколько болеет, откуда-то, почему пропадает. Ну, я всегда говорю, что вот пропала вся лобби, вот пропали все. Ну, пропал, там обработали фэркл, обработали литом. Ну, я согласен, что это леет. Ну, даже так вот, и я считаю, и пасечник, когда говоришь, так вот, нет, ну пропасть могла только лед, которая летела, и которая пропала. Ну, немножко можно их занести, там, вот такой вот. А когда все пропало, то ищите, как говорится, установим в вашего медосбора. Это сахар, который выдают. Значит, сахар был тоже не очень качественный. Ну, я говорю, сахар сам по себе, это вредное вещество. И он способствует такому развитию семьи. Ну, то, вы же знаете, что для человека он вредный, да? Ну, поскольку он наркотик, то наркотик уже не обсуждается, вредный. Вот получается, что он в удовольствии, да? Значит, во-вторых, там используется для его выращивания, значит, сейчас, тем более, что сейчас не вручную все, ну, решили, там, говорится, пропал, пропалка, ну, обрабатывают герпецидами очень сильными. То сорта такие, что они, значит, тоже это самое. И плюс при его переработке используется ватор химии. Химия, которая... В результате он-то беленький, но внутри... Красивый. Много чего содержится. Да, да, который сам по себе вредный. И плюс еще содержание вредных веществ, он очень, очень солидный. Так что даже и сами рабочие пчелы, которые перерабатывают сахар... Бьют по иммунитету, потому что такая простая реквелика, которая выложена в пасках, что пчелосемья хорошая может принести 120 килограмм нужно. 90 килограмм она потребляет. Она скоро изменится. За год. За год. А 30 можно забрать. Это хорошая семья, да? Да, а тут говорят, вы 100 дадёте вам. 120 дадём. Да, и никто не говорит, откуда, что, я где-то. То есть, надо говорить о том, что сначала привезти наш продукт мед в тот продукт, который должен быть. Ну, тут известно, так вот я смотрю, значит, один врач рассказывал, что в старых справочниках медицинских рассказывают, что глаза можно лечить, закапывая мед. Ну, говорит, мы начали закапывать, ничего не помогает. То мне, говорит, человек, так это уже мед тогда был. А сейчас это не мед, оно уже не лечебный продукт. Это просто продукт переработанного сахара, да? Значит, её можно переработать и другими шпутями, сейчас там, китайцы, такой контейнер, и туда заливают. Катализаторы, ну, катализаторы. Будет побольше глюкозы, фруктозы. Не, не, разлагают его на глюкозу, фруктозу и это самое. Ну, у вас место сахарозы. И получается, вроде бы, как это мед. Вроде бы, это как пчелы сами сделали. Ну, мы знаем, что есть сахароза, это сахар, разбавленный в сахар. А если при помощи катализаторов разбавится, на глюкозу и фруктозу. И получается, вроде как медок. Ну, а лук все равно, с кормами, вот это... Его, если скормить, пчелы еще лучше его, конечно, они легче его переработают. Но он будет, останется... Но это был все равно не мед, не нектар. И это же таки.